Овсяница мэра либо овсяница мэра. Эффектная и аккуратная кочка до 80 сантиметров в диаметре. Во время цветения высота достигает до 1 метра. Размножается делением куста весной. Летом предпочтительнее для нее покоя. Долгое время не требует ни пересадки, ни деления. И при этом становится все более декоративной. В мягком климате она вечно зеленая. В нашем же климате она себя зарекомендовала как зимостойкое и надежное растение. Но весной некоторые листья отмирают. Их необходимо либо вручную вытаскивать, либо прочесывать. Также возможна обрезка под ежика. Просто зимостойкий злак в России зимует без укрытия, но при этом трогается в рост одним из последних в начале июня. Потом бурно развивается и к осени достигает уже полутора метров высоты. Любит бедные почвы без застоя воды. Для посадки нужно выбирать максимально освещенный участок. Окраска листьев от голубого до винно-красного цвета в зависимости от сорта. У зеленых сортов к осени меняется полностью окрас на красные тона. Цветет в начале сентября до зимы. На зиму листья не обрезают, так как злак лучше с ними зимует. Овсяница овечья. Высота до 15 см. Создает подушковидный изумрудный заросли. Нетребовательно к почвам выдавливает любые сорняки зимостойка. Спартина образует побеги до 2 метров высотой с салатовыми дугоизогнутыми листьями. Успешно развивается даже на бедных либо сырых почвах. Поэтому совершенно нетребовательно к условиям выращивания. Не подмерзает. Но однако осенью лучше не обрезать листья, чтобы она лучше перезимовала. Посадка и деление, как правило, осуществляется весной. Декоративность она не теряет до самых морозов. Вегетация начинается поздно весной. И следует ограничивать ее в росте, так как она является агрессором. Малиния тростниковая прекрасно существует в условиях средней полосы. Зимует без укрытия. Обрезку степлей делают в мае. Сажать можно как на солнце, так и в тени. Малиния имеет высокий рост до 2 метров. Архитектурную форму и прозрачные соцветия. Малиния голубая еще один из видов зимостойкой малинии. Густой пучок из голубо-зеленых листьев до 1,5 метров высоты. Некоторые сорта петролистные, неприхотлива к почве, любят полив. Очень популярна у садоводов овсяница сизая. На солнце ее оттенок становится более голубым и существует около 20 видов овсяницы. Она не любит застоя влаги и каждые 3 года ее нужно снова обновлять из семян. Либо делить старый куст, так как старые кочки отмирают и плохо зимуют. Овсец. Высота до 50 сантиметров и диаметр достигает до 1 метра. Любит бедные почвы и устойчив к ветрам и морозам. На одном месте растет так же, как и овсяница, около 3 лет. Далее его весной необходимо разделить на части. При осеннем делении он может погибнуть и не любит сырость. Веник. Имеет множество видов. Высота до 1,5 метра. Крупные пушистые соцветия. Многие виды похожи на нарядные снопы. Не любит засуху, зацветает с июля. Не требует ухода, но любит плодородные почвы. До 7 лет растет на одном и том же месте без деления. Зимостоек. Ячмень гривастый. Считается однолетником. Высота до 50 сантиметров. В саду он распространяется самосевом, неприхотлив. У меня на одном месте растет уже 3 года. Колосняк песчаный, либо илимус. Достигает до 130 сантиметров в диаметре. Листья голубые, острые и высокие. Хорошо переносит холод, не требовательный к себе. Хаканахлоя. Родина является Япония. Высота куста около 60 сантиметров. Каскадная форма куста и напоминает листья чем-то бамбук. Осенью они становятся розового цвета. Медленно растет, любит солнце и защиту от ветра. Богатые почвы. Зимой желательно мульчировать. Декоративные осоки насчитывают около 150 видов. Например, осока волосовидная. Она достигает до 40 сантиметров высоты. Листья бледно-зеленого цвета бывают коричневые, либо кирпичного цвета. Любит богатые почвы, боится вымокания, зимостойка. Весной отмерзшие листья снимают руками и выдерживают морозы до минус 30 градусов. Также хорошо зимуют в России гвоздичная осока, осока горная, осока крылатая. Но есть и многие виды, которые боятся морозов. Ожика цветет рано весной. Любит влажную почву и полутень. Высота около 30 сантиметров. Ухода практически не требует зимостойка. Мискантусы очень популярны у садоводов. Их около 40 видов. Высота его может достигать до 2 метров. Очень неприхотливы и многие из них являются агрессорами. Их корни могут достигать до 6 метровой глубины. Любит солнечные места и полив. Многие виды зимостойки. Например, мискантус гигантский или мискантус сахарно-цветковый. Многие виды мискантуса китайского тоже хорошо зимуют в условиях подмосковья. Это зибринус, стриктус, фернер-остин, гана и другие. Можно бесконечно продолжать список декоративных злаков, успешно прошедших проверку на выносливость в средней полосе России. Это и перловник, и двукисточник, и спарбол. Но не стоит также забывать и об однолетних злаковых растениях, которые мы можем спокойно вырастить из земля. Это и зайчий хвостик, бриза, лисий хвостик. На этом мы с вами остановимся. Всего доброго. До новых встреч.